В посещении Комсомольской межрайонной больницы министр здравоохранения начал сообщение с главным врачом лечебного учреждения. Николай Мамаев рассказал о том, что сейчас представляет собой систему здравоохранения Чамзинского района и тех муниципальных образований, которые обслуживают медики из Комсомольского. Коечный фонд 215 коек. Это получается 30 коек хирургического профиля, 15 травматологического, 30 коек кардиологического профиля, 30 коек терапевтического профиля. Первичные сосудистые отделения на 25 коек, из них 6, то есть плюс 6 коек блока интенсивной терапии, 5 коек неврологического профиля. И родильное отделение, получается 10 коек родильного отделения, 5 коек гинекологического, 20 коек детского отделения. 18 фапов расположены на территории Чамзинского района, плюс Березняковский район, тоже подсоединенный к нам, 20 фапов в Березняковском районе. Но все же инспекция была не главным поводом для визита. Министр здравоохранения вместе со специалистами клинической больницы имени Каткова провел мастер-класс для местных хирургов. Вместе они сделали лапароскопические операции пяти пациентам. Первой была женщина, которой путем оперативного вмешательства решили проблемы с хроническим калькулезным холециститом. Олег Маркин дал высокую оценку мастерству своих коллег из Комсомольской больницы. Операция прошла в штатном порядке, без каких-либо технических сложностей. Продолжительность оперативного лечения около 20 минут. Оборудование, лапароскопическая стойка фирмы «Калшторц» работает отлично, замечательно. Все прошло без технических сложностей. Все то, что мы можем делать лапароскопически, это нужно делать, потому что лапароскопия – это малоинвазивное вмешательство, дает возможность восстановлению человека в более короткий промежуток времени. Женщина, которая прооперирована сегодня, она вечером уже будет вставать, ходить, пить водичку. Значит, завтра ей удалят дренажную трубку и через 2-3 дня она уйдет домой. Кроме повышения профессионального уровня своих коллег, Олег Маркин осмотрел состояние медицинского оборудования. На сегодняшний день больница оснащена всем необходимым для оказания своевременной медицинской помощи. Современные приборы работают с полной нагрузкой. Например, кабинет томографа редко бывает пуст. Используется для диагностики больных с острым нарушением мозгового кровообращения, это инсульты, соответственно, геморрагические, ишемические. Надрузка, томограф работает целый день, надрузка, ну, неравномерная, бывает очень большая, в принципе, до 25-30 человек в день, ну, бывает значительно меньше. В скором времени в Комсомольскую больницу поступит новый компьютерный томограф и самый современный аппарат УЗИ. В будущем году в Комсомольский приедет новый мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас там с полной загрузкой работает один такой автомобиль. Данный комплекс предназначен для осмотра сельского населения. Выезжать приходится достаточно часто, и сам комплекс, не конкретно я, а сам комплекс, ездит у нас каждый божий день. Выезжает в села Чамзинского и больше Березняковского районов. Здесь у нас проходит флюорографическое обследование, весьма востребованная данная процедура. Забор крови происходит, осмотр акушеркой и на протосивной аппарате УЗИ осматривают брюшную полость и молочные железы врачом-узистом. Всего в Мордовию в будущем году поступит 20 мобильных ФАПов. И это одно из направлений в развитии системы здравоохранения. Об этом говорил в своем послании к государственному собранию глава Мордовии Владимир Волков. Первичная медико-санитарная помощь должна лечь в основу всей медицины. Нам предстоит построить 4 новых ФАПа, еще 22 перевести в более благоустроенные помещения. Из федерального бюджета на эти цели оснащения ФАПов мы получим 226 миллионов рублей. В этом году нужно ввести ФАПов в селе Адашево Кадожкинского района и поселки Красноармейский Торбеевского района. Еще 260 миллионов рублей будет направлено на приобретение 20 мобильных медицинских комплексов. Это тоже для отдаленных сел. Это позволит закрыть потребность в оказании помощи жителям отдаленных населенных пунктов. На реализацию национального проекта здравоохранения в Мордовии будет направлено почти 8 миллиардов рублей. Это позволит вывести отрасль на качественно новый уровень. Владимир Волков поставил задачу. До конца следующего года медицинская помощь должна стать доступной во всех без исключения населенных пунктах Мордовии. Для всех граждан, где бы они ни жили. Вячеслав Кузьменко, Евгений Фролкин. Народные новости.